Почти 78 тысяч нас, тем не менее, смотрят, и больше 20 тысяч поставили лайки, и мы почти 6 минут в эфире, мы как бы продолжаем, ждем от того, что вы будете подписываться на канал Фейгенлайв, было бы очень-очень хорошо. Ну, хорошо, давай тогда попытаемся проанализировать, что такое для народа неудачник, если он вообще, я имею в виду для российского, для россиян, которые, ну, как бы начали эту войну с попкорна и пива, или там уж не знаю, что они там, или кола, или что они там пили, пока она еще была. Ну, отменить, нет, не надо. Да, ну, ладно, ну, что они там, Иван-чай пьют, или я уже знаю. Чужный продукт, Иван-чай, да, его. Да, да. Начиналось все вроде как-то, вроде их не касается, ну, какая-то война, давай-давай, и вот оно пришло к концу года к тому, что надо умирать. Вот он всегда, я вот заметил, и о чем не раз уже в интервью говорил, о том, что раньше Путин призывал побеждать, он за победы с ним связан, а сейчас умирать призывал. То есть, как, он говорит, вы вместо водки и ДТП давайте идите сдохнуть. Конечно, да, да. То есть, не победите, уже так вопрос не задает, вы лучше сдохли, это же осмысленно, говорит, смерть, вот с этим фейковым материем. То есть, и вдруг народ неожиданно ощутил, что придется умирать. Ну, как, вот если ты мобилизован, и тебя отправили, жизненная модель, вот как я, например, тут использовал фильм «Интайм», где, знаешь, на руке отсчитывает время. Время, вот этот фильм, Нолана, по-моему, или чем там, фильм «Поправьте меня», где Тимберлейк в главной роли, значит, вот тебе нарисовали в военкомате, вот тебе час. И чтобы прожить, вот надо каждый раз это все крутится, крутится, крутится. И, в общем, шансов на выживание, если тебя направили под Бахмут, ну, честно говоря, какие они? 50 на 50, 20 на 30, я не знаю, как считать? 50 на 50? Нет, не меньше, чем 50 на 50. Ну, 50 на 50. Вот, смотри, и эти люди вдруг поняли, что то ли их обманули, то ли им, значит, совершенно не то продавали, им обещали, это вот вас не касается, это у нас, значит, армия воюет, вы сидите тихо, все нормально, не лезьте. И вдруг он говорит, да нет, вы, говорит, будете мобилизованы. Ну, как мобилизованы, а у меня тут дела, дети, любовницы, там, жизнь какая, работа, а его, значит, нет, вот тебе повестка, вот, все, значит, приходи, мы тебя, значит, что есть обуем, оденем и поедешь, как говорится. А вот народу, мы все ждем от народу, что он как-то скажет, нет, слушайте, я так не договаривался, мне это вот вообще не надо, это вам надо, вы воюете, хотя бы так. Но народ, послушно, больше всего, и часть народа сказала, что мы такие договаривались, больше пяти миллионов, больше пяти миллионов сказали. Ну, согласен, а те, кто остались, они о чем думают? Не знаю. Ну, что тут можно сказать, конечно, Путин будет бросать в бой столько солдат и офицеров, сколько надо для затягивания войны на бесконечно долгое время, как он считает. Дождаться каких-то перемен, дождаться света в конце туннеля и опять выскочить из того угла, который, как там вот та крыса, сидит сейчас и загоняет себя все глубже и глубже. От Путина сбежала целая страна, больше пяти миллионов человек за время войны. Особенно там поток усеялся с 21 сентября. Ну, что я могу сказать, народ, народ разный, народ вообще гражданского общества в России как такового не существует. Я бы даже сказал, что и народ не существует. Потому что народ сейчас так фрагментирован. Народ как нации, безусловно. Как нации нет, уже как нации нет. Есть политические полярные полюса, есть те, кто горой за Путина даже сейчас. Это уже вопрос к психиатрам, к психологам, к социологам. Как такое может с народом происходить, когда они теряют разум, мозги, когда у них вырабатываются какие-то совершенно фашистские взгляды и готовность убивать соседей. Это уже после войны будем разбираться с этой больной насмерть частью населения. Есть второй полюс, это противники войны. Часть из них сбежала, часть осталась. И понятно, что они ждут только того, как режим ослаблен, чтобы что-то сделать. Элиты Путина в основном ненавидят, не любят. Он у них отнялся. После украинцев они вторые пострадавшие при начале войны. Я много раз говорил, а просто повторюсь. Это уже достоверная информация. Греф не знал о войне. Миллер о войне не знал. Чубайс о войне не знал. Олигархи крупнейшие о войне ничего не знали. Для них 24 февраля был большой сюрпризик. Проснулись, сами говорят, а вот война. Тремя колоннами вторглись в Украину. Они, конечно, тихо-охраневая, сползли с кровати и принули, так сказать, экраном там, монитором компьютеров и телевизоров. Это совершенно неожиданно. Поэтому элиты, они сейчас вообще отдельные. Это отдельные песни. То есть разрыв между народом в целом и элитами чудовищный. По пониманию их и трагизму. Но это не важно. Я сейчас просто говорю, как... Ну, Путин пока еще опирается на ту шизофренически больную часть населения, которая там кричит, можем повторить, рвет на себя терняшку. В основном, конечно, это то население, которое не способно воевать. Способно только портить воздух. И не только своими возгласами, а всем остальным. Но вот этот процент сокращается. Моделизация добавляет путинскому режиму минусов, огромных минусов. Добавляет, наоборот, другой стороне плюсов. То есть поддержка падает. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться до полного краха путинизма. Еще я думаю, что нам, к сожалению, в 23-м году придется пройти кампанию серьезнейшего ядерного шантажа страны Путина. И вот я не знаю, что будет думать народ. Вот народу сейчас надо подумать. А они правда хотят себе в рай попасть? Вот я просто привожу пример. Чубайс, Греф и Миллер не знали, что будет война. Я сейчас не называю фамилии легатков, которые мне довелось побеседовать. Они тоже, в общем-то, не знали. Я мог бы расширить этот перчин фамилии. Достаточно этих трех. А вот знают ли россияне, что им сейчас предлагается дорога в рай? Досрочно. Как в анекдоте, да, для течи место стало отличное на кладбище. Одна проблема ложится нам завтра. Вот они готовы ложиться завтра? Вот я хочу задать вопрос всем, 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 кто нас смотрит в Украине, в России, за рубежом. Позвоните своим друзьям, товарищам, родным, близким. И спросите, а готовы они завтра ложиться? Место неплохое. Россия. Готовы. Пусть скажут, что готовы. А готовы ли они детей в сырую землю положить или обратить их в радиоактивную пепель? У внуков. Мне очень интересный ответ на эти вопросы. Те, кто там топит за войну. Если готовы, то сейчас будет как раз тот период, когда мы сейчас намного-намного ближе придвинемся к возможности ядерного применения. Применение ядерного оружия. Вот народ должен, мне кажется, наконец-таки проснуться и осознать, что, в общем-то, шутки кончились. Ребята, шутки кончились. Я вот просто рекомендую всем тем, кто может, лучше не там переждать это время, если есть возможность. Или бороться. Или, по крайней мере, точно совершенно не помогать режиму, а наоборот, ему мешать. Потому что Путин может ухлопать всю Россию. Путин может придвинуть ее. Путин, возможно, довел ее до конца ее истории. И вполне возможно, что коллапс путинского режима приведет к обрушению здания архитектуры Российской Федерации. Потому что она не является федерацией. Она является монетарной страной, построенной на узкой власти, наличной, по сути дела, узурпированной узким кругом лиц. Такие системы непрочные. Они очень легко разрушаются, к сожалению. А если разрушаться будет Россия, опять-таки, я просто про народ говорю. Понимает ли народ? Что вот Советский Союз. Вот сейчас говорят, да, а что там наши, в том числе и в Украине, к сожалению, многие люди не понимают. Да, а что вы там говорить? Чего вы там пугаете развалом какой-то войной? Там Советский Союз развалился. Ничего страшного. Зато все обрели независимые. Какой прекрасный процесс. Развал Советского Союза. Ребята, я очень хорошо помню этим. Мы не критически, извините. Но они критически в военном и политическом плане были. Совсем не то, о чем многие, может быть, подумали. Вот эти три дня, когда мы получили приказ стрелять народ от ГКЧП. Прямой приказ стрелять народ. Просто у нас другие были офицеры, другие были органы, другие были настроения. Мы отказались выполнить этот преступный приказ. Вот сейчас ситуация такая, при которой что-то должно произойти. И если народ позволит Путину втянуть их в ядерное противостояние, в ядерный шантаж, который хрена знает, чем закончится, то может Россия и действительно пострадать. А распад России при наличии таких противоречий, богатые и бедные, которых не было в Советском Союзе, русские и нерусские, которых не было в Советском Союзе, там, где были какие-то национальности, между собой конфликтующие, там вспыхнули войны. Там черные и белые, условно говоря, там христиане и мусульмане. Ничего этого в России не было. Все были пионерами, комсомольцами, учителями, врачами, работниками предприятий. Поэтому не произошло страшного от гражданской войны. А сейчас, если Россия развалится, и Путин, возможно, ее привел к этому развалу, вспыхнет гражданской войны, они ходят гадалки. Во время гражданской войны будет страна воевать, в которой шесть тысяч ядерных боеголовок. Куча отходов накопленных. У нас радиоактивных отходов в БО. Полумира заразить, он в Челябинске. В этих хранилищах ядерных. Причем они мокрые, эти хранилища. Не сухие, как американцы. Они более опасные. Расщепляющих материалов. Я, когда работал в Госдуме, ко мне пришел полковник, который хранил запасы стратегические Советского Союза ради. Знаешь, такой материал? Металл. Да, радио. Он очень распадается быстро. Так никто не знает, куда его вывезли. Он ко мне пришел, потому что был обеспокоен тем, что могли потерять контроль над хранением радио. Он хранился, кстати говоря, под Бородинской панорамой. Там, под земель, недалеко. Да-да-да. Я сам был удивлен, что там люди ходили по Бородинской панораме. Я там чуть-чуть глубже, недалеко хранил стратегический запас Советского Союза ради. Ради. Это металл, который распадается очень быстро с большой радиацией. Хрен знает, что там еще будут делить. Вот эти радиоактивные отходы. Вот эти радиоактивные материалы расщепляющиеся. Вот эти атомные станции, которые при любом шухере могут быть опасными для половины мира. Вот просто я ужасаюсь от самой мысли о возможности такой массовой гражданской войны на распад России. Поэтому вот народ должен это понимать. Я понимаю, что, может быть, это все минует нас. Мы очень надеемся на это. Мы очень хотим, чтобы этого не произошло. И гражданской войны, ничего другого страшного. Но скрывать это от людей нельзя. Нельзя. Поэтому вот я обращаюсь к той части населения, которая все еще неосознанно продолжает верить Путину в его шизофраническом бреду про величие Российской империи. Путин все время копирует Гитлера. Я знаю, что там некорректно сравнивают кого-то там Гитлера с кем-то. Но я хочу сказать, что Гитлер при всем ужасе того, что он сделал с цивилизацией, он не воровал. Он работал на Германии. У него были идеи. Он создал, по крайней мере, в 30-х годах, неразворованную, некоррумпированную, обученную, подготовленную, экипированную армию. Его генералы были способны воевать, а не воровать и участвовать в коммерческих схемах. И поэтому, конечно, он имел большую поддержку немецкому народу, чем может иметь Путин, который ворует, который привел армию в бардак, оборонный комплекс запущенный, экономика хрен знает какая, экономика сварует больше и спрячь дальше. И по большому счету никаких идей у него нет. И сама власть, сейчас кто идет на фронт и думает, что он Родину защищает, он защищает власть жуликов и воров, которые эту власть удерживают. И в страхе ее потерять открыли вот эту страшную войну против ближайших своих соседей. Ну, извини, что-то я много раз заговорился. Это я про народ. Редактор субтитров А.Семкин